Ну и наконец, я обещанную часть нашей встречи про наш уже родной институт, университет, академию. И позвольте я начну с краткого рассказика, чтобы немножечко разведить, а потом о серьезном. У нас на кафедре глазных болезней есть доцент Кот Олег Александрович. Ну такая фамилия, Кот. И вот эта история действительно произошла. Я решил о ней написать рассказ, но мне как-то было неудобно перед ним, потому что он упоминается. Я один раз его встретил, говорю, Олег Александрович, я тут рассказ про вас написал. Я его пока нигде не публиковал. Я его... Разрешите, вот вам подарю. Я ему подарил отпечатанные эти листики. Я говорю, ну чтобы было вообще ничего не понятно, что это про вас. Я фамилию оставил, но фамилию нельзя изменить, потому что на ней основана вся игра слов. А имя отчества изменил. Как вы? Не возражаете? Да нет, ничего, нормально. И вдруг, недавно, я так этот рассказ и не публиковал, и вдруг недавно в газете коммунистов Крыма Леонид Иванович Грач публикует этот рассказ. Причем рассказ называется «Кстати. Три восклицательных знака». А там он под названием «Доктор Кот». Оказывается, они большие друзья с котом, они вместе выгуливают своих собак. И кот ему рассказал про этот рассказ. И тот взял и опубликовал его. И самое главное, что они еще подписали, что Олег Александрович Кот таким образом передает большой привет Анатолию Андреевичу Бабанину в связи с его днем рождения. В общем, после этого я понял, что этот рассказ можно опубликовать и озвучить. Подпись ваша будет? А? Подпись ваша? Ну, подпись моя. Ну, так как он главный герой этого рассказа, он таким образом передает привет. Называется «Кстати. Три восклицательных знака». У нас в медицинском университете на кафедре глазных болезней работает очень хороший врач. С чрезвычайно короткой фамилией. Кот. Не Котов, Кошкин или Котеночкин, а именно Котов. Кандидат медицинских наук, доцент. Человек, ну вы с ним еще встретитесь. Человек он чрезвычайно флегматичный. Всегда разговаривает спокойно, медленно, размеренно. Трудно себе представить, чтобы он мог из-за чего-нибудь вообще повысить голос. Однажды мой товарищ решил отвезти своего пятилетнего сына к офтальмологу, чтобы проверить зрение. Обсуждая при ребенке с женой эту проблему, он сказал, что это Коля часто глаза трет. Нужно показать его коту. Реакция мальчика на эти слова была бурной и для родителей совершенно неожиданной. Малыш просто покатился со смехом. Коля, что с тобой? Ой, не могу, вы меня будете показывать коту? Соседскому Ваське или тому рыжему, который на своем дворе живет? Подожди, ты не понял. Кот, это в данном случае не животное, а фамилия кот Олег Александрович. С разрешения Олега Александровича я теперь могу сказать его именущество. Коля стал хохотать еще громче. Дядю зовут кот, а что так бывает? Следующие три дня родители потратили на долгие, строгие беседы с сыном. Коля, когда ты зайдешь к доктору в кабинет, веди себя прилично. Скажешь, здравствуйте, Олег Александрович, чтобы никаких улыбочек, ты понял? Понял? А у дяди доктора усы есть? Ну при чем тут усы? Ну есть, и борода еще есть. Борода вот такая. Борода? У кота борода? Ребенок залился заразительным смехом. Оля, успокойся, кому говорят, ты уже взрослый, смотри, не опозорь нас с мамой. За день до визита к врачу мальчик наконец пообещал родителям, что смеяться не будет. Но папа с мамой входили в кабинет к доктору с триолой. Пока шло обследование, родители видели по лицу ребенка, что он держится из последних сих, чтобы не рассмеяться. Он кривил рот. Морщил в лоб. Жмурился. Папа делал сыну страшные глаза. Как лошадь на Димочке. Мальчик кивал. Хотя видно было, что дается ему хорошее поведение с большим трудом. Врач, проверив зрение ребенку, выписал ему очки. И вот настал долгожданный момент прощания. Обычные в таких случаях слова благодарности, обмен любезностями. Спасибо вам, Олег Александрович. Вы нас так выручили. Извините, если что не так. Что вы, что вы. Коля такой толковый мальчик. Молодец. До свидания. Не болейте. До свидания, Олег Александрович. Еще раз большое спасибо. И вот, когда родители с огромным облегчением, что все их волнения уже позади, начали выходить из кабинета в коридор, Коля немного приотстал и вдруг резко повернулся на одной ноге на 180 градусов и, обращаясь к коту, громко и очень эмоционально сказал короткую фразу. Дальше немая сцена, как у Гоголя. Остолбеневший от ужаса родителей и торжествующий Коля. А что же врач? Другой бы на его месте вышел из себя, обиделся, покраснел, не нашелся, что ответить. Другой, но не доктор-кот. Он совершенно спокойно, без всяких эмоций произнес. Да, приятного мало. Родители долго отчитывали потом сына, но он так и не понял, за что. Ведь он же выполнил свое обещание, хотя это было очень трудно. Не рассмеялся и даже не улыбнулся. Вы спросите, так за что же все-таки папа с мамой ругали мальчика? Всего за несколько слов. Он сказал доктору, кстати, у нас в подъезде по ночам очень громко орут коты. Ему надо было это сказать. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!